посреди чубута приехали посмотреть по-испански люба смотрим а думаю по нашему это типа морские львы вот так что сейчас посмотрим вот отсюда в океане вроде бы их видно и туда еще как бы летает ой тфу ты летает приплывает тоже туристу привозят в скафандрах и не скафандрах в этих костюмах плавательных таска с трубкой с маской платишь удовольствие стоит 1200 песо и бросайте а там и ты с ними купаешься ну а кто по земле приехал вот так вот то отсюда с этих мест их можно увидеть так это 20 километров вот пуэрто мадрин города где мы остановились вон там на горизонте видно этот пуэрто мадрин и тут есть такие мирадоры как бы точки обзора и можно посмотреть он уже кричат а он купальщики вместе с ними купаются там скатера вот здоровый кого-нибудь один около камня сидит вообще здоровенивший вожак наверно стоит вот так вот 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 он там океане тоже не знаю как камеру видно не видно но он их полно в океане и лично я вижу их полно плавает и вот там на лодках это то что я рассказывал он они там тоже играет эти лоба марина маши или как они там правильно пустые волки в общем у нас любом арена называется и вот там спускает туристов и можно купаться вместе с ними атрофировать под водой там камеры и все такое на фоне с ними что это я там открываю вам сейчас пойдем еще там еще какая-то из . который можно посмотреть что там интересного видеть вот это написано что тут такой был первый пост гварда фауна стоять охранника который охранял фауну то есть охранял от животных и все видите это был первый такой чудак тут я так понимаю 1966 году который тут охраной занимался мест обитания животных вот у него была такая офисина и чувак занимался уже те года охраны всего подряд вот арсия какой-то сеньор и полито арсия вот посоветов посоздавали все эти парки вот такая дорога сюда как километров 10 асфальта и потом вот такая просто дорога как говорят с камешков которые сколько там километров 7 наверно ну как всегда вся наша патагония усеяна вот такими степнями колючками на такие верблюжьи колючки похожи наверно верблюда кушали наверно такая вот колючка все время не знаю не хотела накопаться змеи водятся уже в других видео показывал там что тут водится всевозможные дикие животные и это тысячи километров в любом случае мы как минимум тысячу километров ехали вот именно вдоль таких колючих и и потом еще помпо свека тоже такая же самая только уже там где помпо умы да там где важно а потом уже появляется какие-то леса там это небеса а деревья просто повыше уже зелень есть здесь дует если поднимается сильный ветер получается песчаная буря такая там ему кампингу есть там прямо как в узбекистане не узбекистане в казахстане вот казахстане я был когда-то там тоже как бы что нету каждую палку им посадить надо в них там нет много зелени каждое дерево они там выращивают мы когда ехали вдоль дороги колышки стоят деревянный проволока натянута что это частная собственность я говорю тут наверно земля дешевле стоит чем те палки это проволока которые ее обтянули потому что все палки чтобы забить и заборчик сделать его втянуть надо откуда-то привезти потому что этих колючих палок не наберешь так вот привозные палки наверно дороже стоит чем сама земля когда вот в этих вот посмотрите тоже бескрайние просторы а где-то парки национальные а где-то частная собственность но они ничего не вырастет в этой частной собственности не на или чего не покупает ну чтобы иметь что у него частная собственность может внизу газ нефть может что-то такое а так что ты в нем вырастешь ты не выжили колючки выкорчевывать копать чернозема здесь нет вот по покупает там тысячами гектару и имеют такие вот пампы сегодня потеплело ночью было холодно а потом днем наоборот потеплело как никогда вчера тоже была холодная вода нельзя было заскочить не а сегодня утром 8 утра пошел ноги в океан засуну теплая водичка вот ветер прекратился два дня был песчаный буря гнал по кампингу сейчас совершенно прекратился а еще он с той стороны мы не видели около тех кораблей там тоже куча чего-то если не котиков так тюлени каких-то вот целые косяки и дальше тоже наверное котики большие маленькие они постоять вот мы были на той площадке смотрели сюда а там дальше где кораблики он справа все усеяно этими тоже зельем и дальше пляжа следующая тоже еще какое-то место насчет посмотреть ладно котику сегодня этих вам показал в морских львов наших ну все пока до следующего еще буду что-то видеть в отпуске буду показывать